и так всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня хотелось бы высказать свое мнение по поводу мобильного устройства лиаго m9 вот и все как бы в принципе было бы хорошо если бы не одно большое но проблемы с прошивкой я купил аппарат более месяца назад то есть я уже его тестируют целый месяц и блин поначалу все было в полном порядке но потом начались проблемы телефоника как оказывается обнаружились вирусы вшиты они в саму систему и удалить их никак нельзя то есть придется перепрошивать аппарат и блин я вообще не понимаю как так происходит вообще потому что телефон брался в официальном магазине лиогон на алиэкспрессе и присылают вот такие вот телефоны с мерзкими какими-то прошивками вообще обновление вот это вот которая там висит 650 килобайт которая не устанавливается то есть ты вроде как устанавливаешь телефон перезагружается но потом она появляется снова блин и хрен то что то с этим сделать потому что только поможет прошивка плюс обнаружились еще вирусы и постоянно вылазит какая-то реклама вот сейчас даже покажу тут уже вылезла реклама и это реклама алиэкспресс вот причем сама ли у меня не установлен и мне вот такая фигня постоянно приходит и то елки-палки пишет сюда вот он постоянно пытается что-то запустить что-то включить здесь висят приложение android tools у меня постоянно запущено которое также нельзя ничего с ним сделать вот шопинг это мы удалим блин это просто как и какой-то пипец даже 3 приложить приложение уже запускается и попробую их отмени блин короче какой-то беспредел я не знаю как так вообще происходит потому что в официальном магазине продают вот такие вот телефончики кто у них там блин делает прошивки это какой-то пипец я чуть не пойму это чтоб сахаром не казалось то есть ты вроде как купил устройство дешевое и но в принципе вроде как неплохое то есть хорошая сборка нормальная батарея с емкостью хорошей до неплохая камера то есть все как бы не ничего хорошо сканер отпечатка пальцев работает но проблемы с прошивкой я так понимаю это дерьмо включается по какому-то таймеру потому что сразу когда я купил телефон примерно около двух недель он работал нормально никаких сообщений там рекламных не было ничего не было ничего не висела батарея как бы нормально ходила то есть один-два дня он нормально работал сейчас даже на день не хватает то есть и он постоянно такой тепленький то есть ощущается что что-то там работает нагружает процессор и поэтому батарейка тает как говорится на глазах и чё за фигня вообще ну блин это какой-то пипец знаете есть выражение такое как бы конфетку сессии на диету не сесть здесь получается конфетку здесь и на бутылку сесть блин реально не расслаблялись люди или еще ну просто какой-то пипец тем более что за свою цену этот телефон в принципе неплохой за 75 баксов там в среднем цена да он очень даже отличный то есть нормально работал все не глючил сейчас же он постоянно подвисает то есть это как бы чувствуется что там что-то работает напрягает процессор и он в общем-то начинает тормозить подтормаживать и запускается всякая хреновина непонятная вот и теперь придется это чувствую аппарат перепрошивать вот а так как нормальных прошивок пока еще нету ну по крайней мере я об этом не знаю можете написать в в комментариях вот но я посмотрел по форму да там как бы есть уже прошивки но они как бы такие что там что-то где-то вырезано что-то где-то может не вырезано но работает они такси и ждать официальный апдейт от производителя есть и эту вот эту вот пришло с официального магазина с вот такими вот проблемами то как-то на официальный апдейт уже не особо то и хочется его ставить потому что может быть там тоже такие вещи и может быть еще даже хуже хотя быть может как бы я не один такой очень много людей которые получили ли огонь 9 у них вот такие вот проблемы я думаю хоть кто-нибудь не писал саппорт жаловался по этому поводу и может они что-то там решили но пока решение я вот поэтому придется ждать на форпы да пока умельцы сделают под варгане там чего-нибудь и выпустят нормальную прошивку которую можно будет установить я конечно же запилю видео на этот счет как его перепрошите но блин это же неприятно очень вы понимаете то есть как бы нормальный аппарат неплохой все как бы замечательно устраивает хороший экран не более-менее такая камера на видео на посредственное пишет как бы но фото снимает принципе вполне неплохо фронталка так себе и все в нем принципе работает нормально звука с разговорного динамика хороший меня слышат отлично полифонический динамик тоже замечательно все работает сканер отпечатка пальцев не глючное нормально работает тоже причем он достаточно быстрый если в заблокированном состоянии разблокировать через палец то он как бы кажется что с задержкой разблокироваться но это на самом деле не так это то есть он время тратит на включение но это программные как бы такие недоработки вот дело в том что когда ты его с активного экрана разблокируешь пальцем то он разблокируется мгновенно я вот только дотронулся он сразу разблокировал экран то есть сканер очень быстрый вот ну вот эти вот проблемы с прошивками это просто какой-то мрак и как бы в принципе сама прошивка она как бы имеет какие-то свои определенные фишечки допустим когда вот разблокировал экран здесь можно включить такую штуку чтобы постоянно не клацать пальцем да он некоторое время как бы открыть то есть его можно разблокировать просто свайпом не обязательно прибегать к сканеру вот если хочешь его заблокировать на на сканер поставить то просто нажимаешь вот здесь замочек и он собственно закрылся и потом при нужно прикладывать пальцы это довольно удобно мне такая функция понравилась ну и так тоже по каким-то мелочам принципе вполне себе так ничего вот ну вот эти вот баги это просто какой-то пипец и я вот хочу предостеречь тех кто хочет приобрести этот телефон если вы не можете в прошить его самостоятельно то лучше его не берите лучше подождите пока начнут выпускать блин нормальные аппаратики так нет звонит я сейчас отлучусь ненадолго так на чем я там остановился ну а когда если будете заказывать телефон то смотрите поаккуратнее то есть лучше подождать еще немножко либо нормальный апдейт на него либо пока его просто не покупать ну или если конечно вы у нас умелец и руки растут откуда надо вот то в принципе можете покупать как бы это не проблема для вас будет перепрошить его чего-нибудь оттуда вырезать удалить и собственно посты накатить нормальную прошивку прошивочки на него сторонние есть я смотрел уже но сам я пока прошиваться не буду я лучше еще немножко подожду чтобы на него вышел нормальный апдейт или нормальная прошивка и тогда уже накачу ее потому что ну это блин реально издевательство какое-то просто вот капец какой-то в официальном магазине продают вот такой вот мир до извиняюсь за выражение извиняюсь за свой испанский вот это очень неприятно потому что как бы реально огорчает потому что я вначале его как получил ну хороший аппарат был замечательный и тут вот такие вот значится проблемы это очень неприятно так что вот такой вот нас сегодня было видео скажем так отзыв и предостережение пользователей потребителей вернее и просто которые хотят купить этот аппарат в общем вот такие вот делишки у нас сегодня были так что комментируем видео пишем счетом и соображения свои может кто уже нашел нормальную прошивочку обязательно напишите мне пожалуйста и я его перепрошу и сниму в этом видео так что всем спасибо пока